Добрый вечер, уважаемые коллеги! Добрый вечер, аудитория! Остались, я думаю, самые заинтересованные, с большой силой воли, в этот чудесный солнечный вечер, субботний. Все остались перед экранами и готовы слушать наше выступление. Мы с Константином Константиновичем хотим вам рассказать об очень необычном эксперименте. Эксперименте между фармакологической компанией и большим клиническим центром, которым Константин Константинович является главным исследователем. И этот эксперимент заключается в трансформации взаимоотношений между спонсором и исследовательским центром. Так, у меня так и не появилась контроль, поэтому я попрошу техническую службу перелеснуть слайд. Спасибо. Зачем это нужно? Я думаю, что на этот вопрос можно ответить кратко. Трансформация области клинических исследований началась достаточно давно. Видно, что сам дизайн клинических исследований, сам дизайн протокола стал необычайно сложным. Временной период сократился, временной период набора и проведения клинических исследований тоже сократился. В полную силу вступил ремонт, удалённый мониторинг и удалённый менеджмент качеством. Вскоре, я думаю, что очных визитов практически вообще не будет. Поэтому если фармакологические компании и клинические организации уже начали трансформироваться, то сайты, к сожалению, пока что стоят в начале этого пути. И я думаю, что для того, чтобы идти вместе, нам нужно изменить наши отношения с так называемым спонсором и исследователем на партнёр и партнёр. Вот, в принципе, и всё по поводу того, зачем мы это делаем. А вот в связи с этим у меня есть вопрос. Я прошу вывести вопрос на экран и включить опцию голосования. Так, голосование уже открыто. У кого есть доступ в личный кабинет, пожалуйста, перезагрузите. Да, и слайд с вопросом, пожалуйста, включите. У меня почему-то вот перелистывание слайда функция не работает. Итак, вопрос для голосования. Что именно привлекает вас клинических исследований? Перечислять я вам не буду. Подскажите, пожалуйста, насколько быстро можно получить результаты опроса, голосования? Они в реальном времени, Юль, просто не некоторое время людям, чтобы зайти. Я думаю, что вы можете продолжать. У каждого в личном кабинете эти вопросы будут фигурировать, вне зависимости от того, что он на экране. Поэтому, да, можно продолжать презентацию. Люди, как у нас будет какой-то... Тогда я прошу перейти на следующий слайд и передаю слово Константину Константиновичу. Добрый день и коллеги, и участники клинических исследований. Может быть, это, кажется, люди с разных сторон баррикад или это союзники. Я думаю, к концу вот нашей дискуссии мы сегодня обсуждение придем к общей позиции, кем мы на самом деле должны быть друг к другу. И вопрос, который мы спланировали или хотели получить ответ, он на самом деле, на наш взгляд, очень правильный. Правда, окончательно правильного ответа там нет. Потому что там перечислена совокупность некоторых признаков, которые я на самом деле тестировал и на аудитории собственного клинического центра. И, поверьте, каждый отвечал как-то по-своему, выбирал, может быть, несколько позиций. Но поверьте, что именно дорога навстречу друг к другу, она началась с понимания миссии в общем-то клинических исследований, поскольку это далеко не все, что было приличислено на предыдущем слайде. Мы попытались формулировать миссию, и получилось образно вот такое выражение, получить новый плац знаний, которые лягут в основу достижения достоверно лучших возможностей диагностики и результатов лечения определенной формы болезни в целом. Этим мне попалась очень интересная статистика и анализ, который проводили на популяции пациентов разных стран. И когда пациентов российских спрашивают, зачем они участвуют в клинических исследованиях, до 90% говорили о том, что они просто ищут доступ к современной терапии. А вот отзывы такой же аудитории в Соединенных Штатах меня, конечно, поразили. Они сказали, что они включаются в эти клинические исследования, чтобы следующие поколения лечились лучше. Понимаете, разные идеологии. Так и у нас, собственно, должно быть что-то объединяющее. Мы не должны искать какие-то свои ветви, свои направления. Надо понимать, что глобально мы делаем одно большое дело, и тогда становится понятно, для чего нужны какие-то движения. Движения навстречу друг другу. Потому что понятно, что когда мы вместе, когда мы двигаемся в одном направлении, наши возможности в достижении максимального результата, они выше. Юлия? Константин Константинович, а что именно вас, ваш центр, побудило начать эти изменения внедрять в жизнь? Будьте добры, следующий слайд. Да, ещё один слайд вперёд, пожалуйста. Ещё один слайд. И, вы знаете, мы, наверное, подобно начинающему автомобилисту когда-то, когда научились водить, знаете, через полгода приходит ощущение, ты всё можешь, всё знаешь, можешь совершать опасные манёвры. И кому-то везёт, он ещё до первой аварии понимает, что что-то идёт недавно. Кому-то надо столкнуться с проблемой. Может быть, с таким аудитом, который вот рассказывали, его не надо бояться, ему не надо готовиться, надо радоваться. Это, вот, кстати, удел очень сильных команд. И я хотел бы, чтобы моя команда в конечном итоге не боялась аудита, порадовалась, когда это произойдёт. И как это произойдёт, я сразу сообщу, и мы сделаем пресс-релиз, что моя команда радуется, что к нам едет аудит. Пока я не могу сказать, что мы достигли такого развития, но именно сложности прохождения аудита, в том числе, стали поводом к тому, чтобы посмотреть немножко по-другому. Мы прекрасно развивались, мы брали много исследований, мы были топ-рекрутеры в исследованиях, всё было прекрасно, мы и остаётся прекрасно. Но на тот момент, да, мы участвовали в публикациях, но именно поэтому у нас появились аудиты. Я начал замечать немножко больше, чем раньше, количество ошибок. Было желание развиваться, однако на каком-то этапе мы не сформировали СОПы, и это тоже стало определённой проблемой. Появился ресурсный лимит развития, мы действительно достигли потолка возможностей в разных направлениях. А ещё, как ни странно, я как руководитель почувствовал отсутствие системы мотивации сотрудников. Вы знаете, это очень тонкая грань, которой тоже можно посвятить, наверное, не один десяток слайд. Вот это и стало причиной, по которой мы обратились к этому вопросу. И вот если следующий слайд удастся представить, то мы пошли на анализ текущего состояния дел и, в общем-то, немудрствую лукаву пошли по пути внутреннего и внешнего аудита. Ну, внутренний аудит достаточно понятен, отработали критерии оценки ошибок, решили, как их будем выявлять. Но виноватых не сразу стали искать, мы их нашли, а какие предпосылки были для того, чтобы эти ошибки совершались, обязательно надо их структурировать. И вот такой простой анализ, с кем, собственно, из заказчиков исследований мы работаем. Оказалось, что 60% исследований у нас идут с компанией Астразенка. Решен был вопрос и внешнего аудита, мы быстро нашли общий язык, и, к счастью, у компании есть такой информационный вариант контроля качества, как карта качества, которая ведется как по каждому отдельному исследованию, так и по серии исследований, которые ведет конкретный центр. В общем, вот такой запрос мы сделали на карту качества. И, Юлия, если можно, поясните, что она в себя включает. Следующий слайд, пожалуйста. Обязательно поясню. Спасибо большое, Константин Александрович. Да, центр действительно может запросить карту качества, но нужно сказать, что она приходит автоматически каждые три месяца в центр для того, чтобы можно было оценить динамику работы именно в профиле качества центра. Карта качества работает абсолютно просто. Это в виде картинки приходит. Она работает по принципу светофора зеленой, желтой, красной. Я думаю, объяснять, что каждый цвет, значит, не нужно. Сюда включено 15 основных критериев, которые уже упоминались предыдущим оратором, который говорил о подготовке к аудиту, на что смотрит аудит в первую очередь. И сюда включены основные критерии риск-квалити менеджмента. И некоторая специфика на этой карте качества онкологических центров плюс специфика российской регуляторики. И, идя по этой карте качества, центр может посмотреть, где у него риск сделать ошибку, а где уже, вернее, рискованные тенденции войти в ошибку, а где уже сделана ошибка. Поэтому, что конкретно показала карта качества, можно следующий слайд? Центра. Я коротенечко скажу. Видите, очень она разноцветная. Есть сложности с нарушением информированных согласия, в рандомизации были сложности, был риск в обращении биобразцов и так далее. Я просто привожу примеры. Я не буду рассказывать о целой карте качества. Она достаточно наглядна. Но, в общем, я вот, наверное, передам слово Константину Константиновичу. Какой вы вот сам центр сделал из этой карты? Ну, получив такой веселый светофор, удовлетворения, конечно, большого не было. Но задача была поставлена. И, на самом деле, пока ошибка исправима, значит, она еще не совершена, сказали накануне. Поэтому ничего страшного. Главное, что появилось желание меняться. И к этому, в общем-то, созрела вся команда. И оценка такая была нужна. И посмотрите, 60% критериев качества находились в зоне риска. Ну, в общем, цифра не самая приятная. Но выводы надо было делать. Тем более, что это, так сказать, верхушка айсберга. Мы же еще и внутренним аудитом занимались. И во многом разобрались. Кстати, основной вывод, который был сделан и реализован, главное, мы создали, собственно, отдел качества. Мы не просто распределили роли команды очень четко. Мы прописали СОПы. И с четким распределением я понял, что наличие серых зон взаимоотношений между членами команды это очень плохая идея. Надо сесть и строго разграничить обязанности. Да, они могут взаимодополнять, но в конечном итоге надо спросить с конкретного исполнителя. Это и стало, в том числе, поводом к реорганизации команды центра. Если вы думаете, что так все легко пошлось, я скрывать не буду. Два очень важных сотрудника для меня на тот период ушли из нашей команды, потому что они были принципиально не согласны. И к таким радикальным переменам надо подходить ответственно. Это просто по щелчку, по мгновению волшебной палочки не произойдет. Ну вот, такие меры были предприняты. И у нас очередной вопрос. Да, Юль, зададим. Да, да. Пожалуйста, следующий слой. Придите его. Пожалуйста. Вопрос так. А вот чего вам не хватает для максимальной реализации своего потенциала в клинических исследованиях? Причем, знаете, мы хотели бы, чтобы этот вопрос раздельно, может быть, можно было проанализировать, как, с одной стороны, от членов клинических центров, либо от заказчиков исследования. И, пожалуйста, здесь мы собрали такие наиболее актуальные на наши вопросы, ответы на этот вопрос. Пожалуйста, уделите время. Это будет очень полезно для дискуссии, если даже не сегодняшний, то в последующем. Вопрос к организаторам. Я думаю, что итоги голосования от двух вопросов можно будет показать уже после нашего выступления. Очень интересно. Особенно вот эти два вопроса, которые мы задали в течение нашего интервью с Константином Константиновичем. Да, Юль, конечно. Да, но вопросы увидели, поэтому, может быть, перейдем пока к следующему слайду. И я хочу сказать, что, видите, нам удалось разделить ожидания центра от компании-спонсора и компании-спонсора от центра клинических исследований. Я вот прокомментирую левую половину, Юлю попрошу прокомментировать правую, и следующий слайд, насколько я помню, тоже будет ее. А знаете, вот белым цветом отмечено как раз самое важное, согласование векторов развития центра и научного направления. Оказалось, что выдернуть просто из контекста работы центра и предложить тему, которой они не занимаются, теоретически можно, но результат точно будет негативный. Даже если где-то повезет проскочить один-два раза, в конечном итоге это не получится. Нужна и профессиональная команда, понимание. И если вот в концепцию развития центра укладывается это исследование, его надо брать, его надо лелеять, и оно получится хорошим. Вот это очень важный фрагмент. Есть какие-то бытовые вещи, но они тоже позитивно влияют на работу самого центра. Вот финансирование в рамках проекта. Когда оно идет правильно, в сроки, все точно понимают, как это происходит, прозрачная система, никаких вопросов не возникает. Современная поставка электричественных средств, расходных материалов. Чего греха таить? Бывает, эти накладки качественно вмешиваются в работу центра, и где-то, может быть, центр не предупредил вовремя. Но бывает и обратная ситуация. Мы об этом честно говорим с заказчиками исследования, и, как правило, всегда находим оптимальный отзыв по этим вопросам. Помощь в внедрении организационных аналитических инструментов в центре. Но то, что мы перешли на новый формат общения с компанией Астразенека, сегодня уж после этого выступления вообще ни для кого не секрет, мы реализовали уже два информационных проекта по введению текущих процедур визитовых и контроль за их исполнением. В общем, очень интересные информационные ресурсы. Может быть, когда-то тоже мы коснемся их. Они очень хорошо организуют работу внутри центра, и в том числе тайминг исполнения процедур, да, и в целом, между прочим, параметры полноты исполнения необходимых процедур на визите. И, конечно, очень важны структурированные отчеты о качестве, безопасности, темпах набора пациентов, промежуточные результаты. Между прочим, отчеты о безопасности, я не говорю сейчас о компании Астрозенека, а в некоторых компаниях это превращается в целую проблему, потому что они сыпятся каждое отдельно, без какой-то компоновки, и это превращается в формальность. Понимаете, это вызывает раздражение. Прочитать тысячи этих отчетов, но физически невозможно, и приходится кого-то назначать, кто это будет делать, анализировать. Я не уверен, что это односторонняя задача только центра. И эти вопросы тоже, безусловно, нужно обсуждать между представителями центра и заказчиков. Ну, может быть, Юля, вы добавили со своей стороны ожидания от центра и какие-то вопросы? С удовольствием, Гостатин Гостатинович, добавлю. Смотрите, все, работая вместе, мы не можем принимать требования, но ничего не получать взамен, потому что без взаимного сотрудничества и взаимных изменений решить те требования, которые приходят, те запросы, которые приходят, просто невозможно. И первое, что нужно любой фармацевтической компании, и я уверена, любой клинике, ларисович организации, это полноценная команда, в которой есть мудрый, продвинутый руководитель, который принимает и понимает, что изменения нужны, понимает, что необходим контроль, самостоятельный контроль центра за своей работой в клинических исследованиях, для того, чтобы построить большое будущее исследования, большое будущее центра. и нужна команда мотивированная, как уже сказал Константин Константинович, сплощённая и объединённая одной миссией. И это прекрасно, это будет работать, это будет такой, я, конечно, употреблю старое слово, бронепоезд, которому любые изменения будут, ну, не будут помехой. Потом, это качество исполнения исследования, то есть время быстрых побед и больших наборов, как мы приняли как принято в России, уже прошло. Это мы видим по настоящим протоколам. Нужно качественное исполнение сложных дизайнов протоколов. Взаимодействие со спонсором как с партнёром, то есть быть, во-первых, доверять друг другу, во-вторых, быть абсолютно прозрачными друг с другом, в том числе и в требованиях, в том числе их в обратной связи. И последнее, но я думаю, в этом мы уже говорили, готовность применять изменения, потому что этот мир будет и дальше меняться, и ещё с большей скоростью. Мы не должны ему сопротивляться, мы должны просто вынуть из этого пользу для себя и пользу для исследования из этих изменений. Вот, пожалуй, что я могу сказать о своей правой части. Ну, попросим следующий слайд, вы продолжите. А вы зададите мне вопрос. Да, он задан, мы меняемся, а вы готовы к изменениям? Что вы считаете, нужно менять? Да, Константин, кстати говоря, работа с вашим центром привела к нас тоже, к появлению так называемых серых зон компаний, и что ведет сейчас к преобразованию процессов, целых процессов в Астрозенеке, в, ну, непосредственно России, а дальше мы пытаемся это распространить с нашими глобальными коллегами, поделиться с нашими глобальными коллегами. Прежде всего, это процесс передачи центров и от монитора к монитору. Я думаю, что это общая боль, общая боль для всех центров, для всех промокологических компаний, СИРО, когда меняется монитор, как будто ты начинаешь работать с новой компанией. Второе, процесс сбора документации, болезненный, кропотливый, занимающий кучу времени, и его тоже нужно менять. Обновление критериев карты качества, здесь больше общения, больше взаимодействия с центрами нужно, не только на глобальные веяния риск-бейс мониторинга и квалити-менеджмент обращать внимание, но и на специфику систем, и как это воспринимается центрами, с той же скоростью введения данных, с той же практикой регистрации нежелательных явлений. И последнее, но оно никак не последнее, оно самое главное, унифицировать требования, предъявляемые к центру. Ну, Зенекон решила начать с себя, а как это охватит весь спектр клинических исследований всех участников, это мы посмотрим. Но самое главное, если ты хочешь видеть эти изменения, нужно стать их частью, и наша компания готова к этому. Спасибо, очень хотелось бы, чтобы это не осталось словами, действительно развивалось, и в нашем случае, я думаю, все получится. А вот следующий слайд должен продемонстрировать результаты вот такой совместной работы, и вы знаете, разница между вот этими картами качества 3-4 месяца. И в данном случае вы видите, что положительная динамика это, собственно, действительно наметилась, и мы в половину снизили количество критериев качества в зоне риска. И это отравно, может быть, даже это превзошло некоторые наши ожидания, но тем не менее это объективность, которая попала нам в руки, и стал вопросом, что дальше с этим частям делать. И следующий слайд, пожалуйста, комментарии, какие могут быть комментарии в данном случае, нормальные комментарии, потому что, конечно, успокаиваться абсолютно рано, мы всего лишь отметили положительную динамику, и динамику, которую нужно удержать. Если нам удастся остаться в таком же положительном тренде, это будет прекрасно, хорошо, но успокаиваться точно нельзя. Вот если вы представляете онкологический центр, а я его представляю, я в нем работаю, Блохина, это большое такое 23-этажное здание, так вот ремонт здесь идет постоянно, мы начинаем с нижних этажей, дойдя до верхнего, приходит время опять уже начинать ремонт на нижних этажах, и этот процесс, он не должен останавливаться, он не может останавливаться, жизнь действительно так быстро меняется, такие появляются новые запросы, которые ту всю конструкцию, казалось бы, устойчиво, они ее расшатывают, и надо постоянно-постоянно смотреть и за изменяющиеся ситуации, и за возможностью коррекции текущих изменений, поэтому динамика прекрасная, мы удовлетворены, мы со стражей, с зеноком пожали друг другу руки, но потом засучили рукава и стали двигаться дальше и работать, и собственно, опять вернусь к миссии, ради чего мы все это делаем, не ради того, чтобы чуть легче пройти аудит, нет, вообще-то радоваться аудиту мне понравилось, я попробую к этому готовиться, восьми я уж как минимум порадуюсь, а вот я понимаю, что доверие к результатам клинических исследований с цен будут выше, и они будут соответствовать заявной миссии, если правильно разработанный дизайн был подкреплен качественным исполнением, с минимумом отклонения от протокола, что достижимо, корректной работы центра клинических исследований с регламентированным контролем спонсора. Пожалуй, вот как мне видится этот процесс. Юлия, вы удовольствованы? Сказать честно, я удовольствована, но я жду продолжения, очень жду продолжения. И я благодарна вам, Константин Константинович, и вашей команде, потому что за эти четыре месяца, даже больше, мы реально сделали так много и так эффективно, что нам не удавалось, пожалуй, сделать за годы. И это говорит ещё раз, что если мы поменяем отношения между спонсором и центром, работа наша будет реальная, ощутимая, эффективнее. И ещё я хочу, чтобы нас послушали другие центры, другие главные исследователи. Может быть, они заинтересуются вот нашим экспериментом и будут готовы в него вступить, не побояться и вступят в это достаточно рискованная вещь, конечно. И то, что вы, Константин Константинович, сделали, это может сделать только смелый человек. И за это вам большое спасибо. Спасибо за такие слова, но мы на самом деле пошли на это осознанно. Мы хотим, чтобы всё было правильно и качественно, особенно в этом очень важном разделе. который действительно сегодня работает на будущее. Спасибо большое. Мы расскажем дальше с Константином Сантьюновичем позже, где можно будет посмотреть дальнейшее развитие этого эксперимента, на какой платформе мы снова появимся. Если кто-то захочет посмотреть и поучаствовать, обязательно свяжитесь с нами, со мной, с организатором этой конференции, и мы обязательно скажем вам о том, где и когда будет второй тур эксперимента. Сейчас, я думаю, можно будет посмотреть результаты первого и второго вопроса, если они готовы, результаты голосования. вопроса, я не буду повторять вопрос, просто перечислю, что первые а это 54%, б 18%, с 4,5% и последние е это 27%. Вот, результаты видны вам и но поэтому я повторяю, как, через зум это видно очень плохо, но через youtube трансляцию видно идеально, поэтому на вопрос, что именно, верните, первый вопрос, второй не выводите, я вам скажу, когда вывезти второй. Вот, на вопрос, что именно привлекает вас в клинических исследованиях, победил первый вопрос, это возможность использовать в практике новейшие лекарственные препараты, это 54%. А на втором месте кто? А как вы думаете? Возможность помочь пациенту ввиду ограниченной доступности зрителей? Конечно, вы сформировали очень такие хорошие правильные вопросы, но на третье, давайте на третье тогда попробуем, Юля, как вы думаете? Сколько процентов возможность дополнительного заработка? 10? 5? На третье было действительно третье место, это Е, то, что вы сказали возможность дополнительного заработка, что характеризует нашу, ну, видимо, там много исследователей, возможность дополнительного заработка, а, прошу прощения, точно. Нет, Е, возможность дополнительного профессионального развития. Да, да, точно. Е 21,7%. Да, и ЦИИ, возможно, дополнительно. Очень интересно. Очень интересно. Хорошо. А что, почему? Я, коллеги, ну да, вас буду торопить все-таки, потому что у нас 8 минут осталось в вашей сессии, поэтому мы поехали дальше. Ко второму, пожалуйста. Второе, выводите. Второе, выводите. Результат. Все правильно, да, это второй вопрос. Да. Чего вам не хватает для максимальной реализации своего потенциала в клинических исследованиях? Видно ответ, коллеги? Потому что в Ютубе все идеально видно. Это вариант D, 50%. Звучит этот ответ как времени ввиду загруженности основными обязанностями. Вот чего не хватает. Это времени. Ну вот, коллеги, я хотел бы тоже поучаствовать. Я как со стороны сотрудников клинического центра, мой клинический центр, наш клинический центр базируется на базе отделения. И я на самом деле внес дифференциацию в работу сотрудников с текущими пациентами, которые у нас лежат в ОМС, и нагрузку перераспределил. Это было, кстати, одно из решений, которое было по результатам внутреннего аудита освободить от части текущей работы людей, которые активно ведут пациентов в исследование. То есть вот такое полномерное, одинаковое распределение коечного фонда между всеми сотрудниками отделения пришлось убрать. Это тоже освободило время и это повысило качество. Спасибо большое. Очень интересный ответ. И действительно... Спасибо.